Кто открыл Путину глаза на кучку жуликов у подножия его трона? Почему Назарбаев резко заговорил по-русски, а президент России по-киргызски? Зачем Рогозин мечтает о фаллической башне на земле космического завода, а президент Лукашенко сносит министра сельского хозяйства из-за обосранной коровы? Обо всем этом экономист и политолог Михаил Делягин. Ой, Миша, уж не знаю, как это тебе и сказать. Ты знаешь, что я сегодня с утра просто слезами обливался. Такое началось. Абызов арестован. Арестован Ишаев. Подожди. И я думал, вот на этом фоне. А как бы тебя-то не прихватили? Потому что кто-то нашему президенту, знаете, как увей, помнишь, такой был? Откройте. Кто-то открыл. Поднимите мне веки. Поднимите веки, да. И как пошли аресты? Ну, Андрей, ну, во-первых, нужно зафиксировать, что это еще одно проявление огромного уважения России к белорусской культуре. Что человек из пивного ларька из Минского стал одним из крутейших миллиардеров Российской Федерации. То есть у тебя еще шанс есть, что тебя заметут? После нашего рынка. После эфира. Слушай, а вот еще такой подвопрос. Откуда в Белоруссии столько талантов? Помнишь, Настя Рыбка. Потом ее вот этот друг, который какие-то курсы открыли. Смотри, какие люди-то все. А сколько они повара какие у них хорошие ведут? Во-первых, смешение кровей. Потому что там и татары, и немцы, и поляки, и кого там только нет. Очень грамотная кадровая политика. Ведь Настя Рыбка не стала вице-премьером Белоруссии. Давай вернемся вот к этим арестам. Что случилось? Что происходит вот в таком на тектоническом уровне? Наш либеральный клан организовал блестящий экономический кризис на ровном месте. При дорогой нефти, при очень, так сказать, комфортной ситуации на других рынках. На ровном месте либеральный клан организовал глубокий социально-экономический кризис. И пряников сладких перестало хватать на всех. Ну и большие элигархические группировки начали грызть друг друга. Это значит, когда кто-то имеет ресурс, но не имеет влияния, чтобы его удержать, ну дальше, пожалуй, все брится. То есть эта драка, она может опуститься и на уровень губернаторов? Нет, на уровне губернаторов она идет давно. Она поднялась на уровень выше губернаторов. Она поднялась на уровне соратников. Ну, господина Абызова миллиард рублей предложили бы османному суду. Да, а я-то думаю, что в другой форме предлагали, может, и больше. Кто предложил? Волошин, представитель семьи Ельцинской. А Дворкович, ну он в политическом плане маленький, он, допустим, от себя. Хотя непонятно, откуда у него такие деньги. Чубайс и Тимакова. Понятно, что Тимакова, так сказать, не квартиру продает. Чубахоза тут при чем? Как кто? Она что, тоже у нее миллиард рублей есть? Это вот, которая в самолете недавно летала с Дворковичем и пели песню. Ну, понимаете, пели песни-то она с Дворковичем, а работала-то она у Медведева. То есть она с Дворковичем пела песню? Да, пела песню, а она с Дворковичем. А работала она у Медведева, пресс-секретарю. Ага. Рекламу моей книжки, по-моему, сделала. То есть у пресс-секретаря Медведева зарплата где-то под миллиард, получается, рублей, да? Нет. Я думаю, что Медведеву было совестно самому вступаться за господина Абызова. С одной стороны. С другой стороны, товарищ Медведев понимает, какая у него репутация. И понимаешь, что если он за товарища Абызова вступится, то лучше сразу топором по голове. Он же, говорят, его даже вычистил из своей странички ВКонтакте. То есть обрезал, как, знаешь, как родители отказываются от детей. Нет, он заботится о репутации, чтобы Абызова ничто не связывало с Медведевым. А, то есть о репутации Абызова он сказал. Дружба с Медведевым способна утопить даже рыбу. Боже мой, Миш, какие-то извращенные мысли. Почему? Ты все с ног на голову стоишь. Это не мысли, это практически. И все жаль. И вот смотрите, мы видим, что все группы российских либералов, все группы российских либералов готовы платить любые деньги, чтобы только Абызов не дал показаний. Я думаю, что, во-первых, Басманный суд реабилитировал себя полностью. Потому что, ну, раньше... А, ты имеешь в виду реабилитировал, что он ему под арест посадил? Раньше мы говорили, Басманный суд вспоминает дело Юкуса, там, Ходорковской и все остальные. И это было ругательство, в общем, Басманный суд. Сейчас мы понимаем, Басманный суд, это, во-первых, люди от миллиарда отказались. Раз. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Ну, от миллиардов в казну, но мы же не знаем, от чего они отказались себе лично. А, во-вторых, во-вторых, они реально, с моей точки зрения, моя гипотеза, предположение, спасли жизнь Абызов. Миш, давай с тобой вместе скажем в камеру. Да здравствует Басманный суд! Да здравствует Басманный суд! Самый басманный и лучший суд в мире! Нет, ну, правда, я считаю, что человеку спасли жизнь. Потому что, что может быть логичнее инфаркта в такой ситуации? Ну да, он же громил вместе с Чубайсом РАОС, эту вот огромную структуру. Он громил российскую электроэнергетику вместе с Чубайсом. Потом он работал в Соросовском проекте «Открытое правительство». Соросовское? Погоди, погоди, это что такое Соросовский проект? У нас Сорос запрещен в стране, как враг народа и всего человечества. Ну, слушайте, мало ли кто у нас запрещен. Пойдите на любую толкучку, вы там и Гитлера купите. А проект «Открытое правительство» – это серийный проект, который разработал Сорос для разных стран. И применяется во многих-многих разных странах. Например? Формальная, ну, я не помню, в Европе. Формальная логика красива. Это площадка, где правительство находится в гармоничном единстве с гражданским обществом и с экспертами. Логика хорошая. На деле правительство полностью прозрачно, выкладывает о себе все данные. И, собственно говоря, вся информация о деятельности правительства, она доступна в том числе и его конкурентам. Абсолютно прозрачно. Толерантность и транспарентность. То есть, что они там задумывали, тут же становилось известно всему миру. Они были обязаны сообщить об этом, ну, как обычно… Что-то я такую конструкцию вообще первый раз слышал. Шесть лет существовало, простите. Мне кажется, что мы уже все подлости знали, какие существуют. Оказывается, есть еще одно известно. Вы знаете, на самом деле раздолбайство – это великое тайное оружие России намного круче ядерного оружия. То же самое случилось с Абызовом отчасти. Потому что в силу глубочайшего раздолбайства, открытое правительство работало плохо. И, соответственно, его никто не заметил. Я подозревал, что даже информация выкладывалась, так сказать, для обозрения западными спецслужбами не вся. То есть, был какой-то сайт, где это все получилось? Был сайт. Все было. По-моему, даже остается до сих пор. Интересно. Они отчитывались, там все было по-английски, там все было очень классно. И такого знатного человека мировая закулиса не смогла защитить. И он угодил через басманный суд на шконку в Лефортово. Ну, что происходит, а? Это кого прозрели? Вот веки чьи все-таки поднялись? Отнимите мне веки. Не вижу. Ну, не у следственного же комитета, не у прокуратуры. Потому что у нас же все начальники работают по указанию одного начальника. Ну, значит, один начальник задумался о том, что неплохо было бы, чтобы в России начали действовать какие-нибудь законы. Да? Это логично, и мы видим баланс с одной стороны обызов, с другой стороны Ишаев, который невольно раскрыл. Дальше случилось наводнение. А товарищ Ишаев мельком в интервью проговорился, что наводнение-то вызвало не только паводком, а тем, что электростанции, включая одну варейскую, построенную Чубайсом, они в силу регулирования российской энергетики, установленной Чубайсом, вместо того, чтобы работать на демпфирование паводка, они сработали на усиление паводка. Слили воду, когда надо было ее держать. И это было результатом электроэнергетики, реформы электроэнергетики Чубайса. Так Ишаев после этого мгновенно вылетел со всех должностей. То есть не Чубайс вылетел, когда Исаина-Шушенская газ грохнулась? Олигархам начало не хватать ресурсов. Соответственно, начали подбирать по сусекам. Но когда подбирают по сусекам, заходите в сусек, а там сидит на кучке муки какой-то там мелкий-мелкий-мелкий олигарх, не имеющий административного влияния, вы подметаете вместе с судьей, готовый миллиард отдать, а может и больше, за то, чтобы А.Бызов не дал показания. Может быть это какой-то мировой, мировая закулиса? Нет, вы знаете, мировая закулиса вряд ли, если бы он перешел дорогу мировой закулиси... То бы он жил здесь, а не в Италии. Правильно, вызовы оставим в покое, посмотрим, чем дело закончится. Может быть, Басманному суду предложат не один миллиард, а десять миллиардов. Ты знаешь, еще произошла на этой неделе вот такая для меня лично большая загадка. Все руководители СНГ, бывшие наши соседи, вдруг у них у всех что-то переклинуло в голове. Ну, начнем с того, что вот Нурсултан Абишевич Назарбаев, когда прощался с народом, он же Елбасы, это отец казахов всех, когда Елбасы прощался с народом и уходил в отставку, он говорил на русском языке. Он говорил на русском языке. Мало того, его преемник, когда от радости плясал на той же самой трибуне и говорил, ой, спасибо за доверие. И так и он говорил тоже на русском языке. Не на казахском. Подожди, Миша, ты, подожди, я знаю, ты хочешь ответить, но это еще далеко не все. Вот только что Владимир Владимирович Путин едет в Киргизию, везет подарок, то ли 30 миллионов долларов, то ли 300, я уже, это надо проверить, подарок, кстати. И на встрече с гвардейцами, которые встречают, ну, почетный караул, он говорит на киргизском языке. Вот мы сейчас это слушаем с вами. Но и это еще не все. До поездки в Киргизию Путин, отвечая на какой-то вопрос, вдруг вспоминает пословицу на украинском языке. Вот послушайте это несколько секунд. В определенных ситуациях нужно, чтобы вас понимали правильно. Поэтому вы говорите с людьми на том языке, который они понимают. Я далеко не уверен, что казахская элита успела выучить казахский язык вся. Потому что есть язык бытовой, а политический язык, в котором сложные фигуры, сложные понятия, политические, отделенные от повседневной жизни, ну, в общем-то, это язык во многом созданный, в том числе и российскими лингвистами созданный. И даже в основном российскими лингвистами созданный. И я допускаю, что далеко не все представители казахстанской элиты, они выучили казахский язык, успели выучить в полном объеме. С другой стороны, мы же с вами не знаем. Говорили-то они по-русски. Ну, может, они говорили по-русски на латиницу? А, да, я забыл. Ведь они же перешли на латиницу. Может быть, он говорит по-русски, а шрифт у него там, буквы-то у него, может, там латинские. Это восточная хитрость. Читать английскими буквами, но произносить по-русски. Да, очень нежливо, очень будет корректно. Нет, ну вот такой хитрости в восточной... Это не хитрость, это простота. Они переводят свой язык на латиницу. Причем форсировано и сами не могут объяснить зачем. Лишь бы от нас отстроиться под этим. А зачем Путин учит киргизский язык? В Киргизии огромные проблемы, тем не менее. В Киргизии стремительно исламизируется, причем стремительно исламизируется радикально. Там безумный рост киргизского национализма. А там безумный рост, просто безумия. Афганистан скоро начнет отдыхать на фоне Киргизии. И нет полной уверенности, что люди, которые не приехали в Москву, остались в Киргизии. Это же свободный выбор. Они понимают по-русски. Такой уверенности нет. Значит, нужно говорить с ними на том языке, который им понятен. Понравится, от греха подальше. Я плавно перехожу к Роскосмосу. Недавно Дмитрию Рогозину удалось, что нужно у НПО Хруничева, где делают наши лучшие в мире станции, то, что сейчас летает, это все сделано в Хруничево, отгрызть из 150-80 гектаров земли. То есть больше половины. Да. Построить там якобы какой-то научный центр, какой-то техноград. И говорят, что началась эта история еще в 2011 году, когда тогдашний руководитель НПО Хруничева Нестеров был категорически против отдавать кусок земли Хруничева. А настаивал на этом как раз Рогозин, когда он пришел. Кто с ним пришел на Хруничево? Это есть фотография. На Хруничево к ним пришел, никто не знает, такой год Ниссанов. Это знаменитый дилоперы, как говорят, застройщик, который понастроил много чего в Москве, и которому действительно нужны земли. Так вот, он пришел вместе с Рогозиным на НПО Хруничева. Подождите, Рогозину поручили НПО Хруничева. НПО Хруничева находится в Москве. Господин Рогозин привез в НПО Хруничева, который находится в Москве, хозяина Москвы. В чем вопрос? В 2011 году, ну как, год Ниссанов это не хозяин Москвы, это застройщик и девелопер. Вот европейский знаменитый торговый центр, ну как человек бизнеса, он должен бизнесом заниматься. Почему Рогозин его так полюбил и так и довел дело до логического конца? Потому что еще год назад Путин написал распоряжение, что ни в коем случае не отторгать у НПО Хруничева ни грамма земли. Не прошло и года, как не мытьем, так катанем эта публика, подожди секунду, она втерлась в доверие незнамо к кому, и получилось распоряжение, что отторгнуть этот кусок земли для какого-то наукограда. Вот с этой ракетой, которую прорекламировал Рогозин. А что если Рогозин уверен вот в такой теории, что на самом деле земля-то не круглая, а космоса нет? Что земля плоская, это, кстати, сейчас теория, и небо над нами, это не небо, это просто какая-то реальность, но реальность, которая у нас в голове существует, и поэтому можно отгрызать что угодно, все равно космоса нет. Может быть, в этом проблема? Рогозин это журналист. Хороший, талантливый, яркий, ну, журналист. Журналиста поставили руководить сферой, которая требует глубочайших инженерных знаний. Если бы я был бизнесменом, я бы пошел на все, чтобы захватывать земли. Это моя суть. В гору Ниссану никаких претензий нет. Ему космос развивать не надо. Почему Рогозин сделал все, чтобы отгрызть половину территорий НПУ Хруничева, где стоит недоделанный комплекс, фрагмент наука, который уникальный, который должны были уже несколько лет назад отправить в космос? У меня другой вопрос. А почему он отставил центру Хруничева, пусть и менее половины, но все-таки 70 гектаров? Почему не отдал все под бизнес, как рыночно ориентированный журналист? Миша, кроме года Ниссанова есть еще другая. Рогозин может верить в то, что космос существует, но те, кто лоббировал его назначение в Роскосмос, твердо знают, что у России никакого космоса быть не должно. По-другому объяснить это назначение невозможно. Тем более, что вот эта ракета тяжелая «Ангара», которую уже кто только не обосрал в прессе, это все идет именно из тех же адресов, она готова. У нее было два пуска, это то, что на Хруничева сделали, два пуска легкую ракету 16-тонную и 24-тонную, было два пуска с аэродрома Плесецка. Оба успешны. У «Маска» только на девятый раз был успешный пуск. И здесь эта ракета «Абост». И сегодня Рогозин мечтает о каком-то новом носителе «Енисея», где, а про «Ангару» уже не говорит никто, хотя это экологически чистая ракета «Ангара», где нет ни одной иностранной детали. Вообще ни одной. Правильно. Хорошо. А потому и ее похоронили, что в ней нет иностранных деталей. Это было как Ту-204, точно так же. Точно. Нет, Ту-204, который летает, и все у него хорошо. Но мы не будем производить Ту-204, потому что мы должны покупать «Арбасы» и «Поинты». Ну, хорошо. Мы разоблачили очередного человека с двойным дном в который раз. Все кости уже всем перемыли. Но осталась одна кость, с которой мы начали. Мы начали с Белоруссии. Помнишь, говорили о Насте рыбке, об вызове. Я хочу завершить этот круг, солнечный круг, завершить в этой же солнечной замечательной республике. Второго дня президент Белоруссии оказался в Гомельской области в коровнике. И увидел корову, которая была просто обосрана с ног до головы. А вы меня убеждаете, что это нормально? Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела. Обосранная корова произвела на него такое чудовищное впечатление, тяжелое впечатление, что он тут же объявил, что он выгоняет министра сельского хозяйства Белоруссии и руководителя Гомельской области со своих постов. Мало того, он еще чуть ли не объявил их врагами народа. Вот из-за одной обосранной коровы. Я повторяю. Что происходит? Почему так нервничает, батька? И до этого у него был разговор с Путиным за день до того, как он придрался к обосранной корове и повыгонял уважаемых людей. До этого он опять говорил с Путиным. Что могло произойти? Вы знаете, батька взял уверенный и прочный курс на украинизацию Белоруссии. То есть, вот то, что привело к катастрофе на Украине, в культурной политике, на уровне высказываний официальных лиц, ровно это мы видим сейчас и Белоруссию. Я думаю, что президент России очень вежливо объяснил товарища Лукашенко, что если Белоруссия станет таким же адом, как Украина, то и относиться Россия к ней будет так же, как к Украине. И товарища Лукашенко кормить деньгами, ну как Белоруссию, оказывать ей помощь никто не будет. Я думаю, что это вызвало такую реакцию. А товарищ Лукашенко, что называется, заигрался. Наше руководство очень толерантно, что называется, в худших традициях этого слова. Но вероятно, да, господин Лукашенко начало доходить, что когда он плюет Россию в лицо, то как бы денег за это ему платить не будут. И отыгрался он вот это все нервы. Это же все равно нервы человек, по ночам, наверное, не спит. И тут попадается обосранная корова, и происходят нервные срывы. Были надежды, были разочарования в чем-то. Я хочу напомнить, что у нас в очередной раз в гостях был знаменитый экономист, прекрасный человек, большой друг редакции, с которым мы знакомы уже много лет, Михаил Делягин. До новых встреч на YouTube-канале «За углом». Расширь границы YouTube-а. Шагни на полосы электронной газеты Андрея Угланова. Первая ступень. Сайт argument.ru Расширь границы YouTube-канале «За углом».